Готовься они летом. Как идет подготовка к новому отопительному сезону в Биробиджане, мэр областного центра Александр Головатый узнал в ходе очередного объезда, совершенного совместно с МУП ГТС. Он посетил котельные городских микрорайонов, где ознакомился с проблемными точками в их работе, в том числе наличием или отсутствием резервного оборудования. «Есть вопросы, связанные с насосным оборудованием, есть у нас уязвимые места на ряде объектов жизнеобеспечения. На сегодняшний день, в рамках программы областной модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства этот вопрос был обсужден с Рячеславом Эрстовичем Гольштейном, на котором принято решение о выделении города средств, необходимых для закупки нового качественного насосного оборудования и обеспечения его вода в эксплуатацию до начала отопительного сезона». Сегодня в Биробиджане ведется активная работа по обновлению участков тепловых сетей. Горожанам приходится испытывать неудобства из-за периодического отключения от горячего водоснабжения. Но, отмечает Александр Головатый, эта мера вынужденная. Ведь никто не хочет, чтобы зимой происходили аварии на теплосетях. «Я заострил внимание на тех проблемных участках квартальных сетей, которые у нас периодически выходят из строя и нарушают стабильную работу системы горячего водоснабжения. Как вы знаете, и на Бумагино, где уже не первый раз происходит порыва системы». В связи с этим в летний период запланировано от общей протяженности теплосетей в 120 километров заменить порядка полутора километров сетей, определенных как аварийные во время опрессовки. До 15 сентября, отметил Александр Головатый, эти работы должны быть выполнены. «Также сегодня мы обсудили вопрос необходимости создания нормативных запасов твердого топлива. К началу отопительного сезона у нас должно быть обеспечено не менее 45-дневного запаса твердого топлива». Сегодня в рамках этой встречи основное внимание было уделено муниципальному предприятию «Городские тепловые сети». В ближайшее время мы спланируем также детальную адресную работу по объектам ДГК, это сердцу нашего теплоснабжения города, это ТЭЦ. Совместно с руководством проведем такое рабочее совещание, внимательно заслушаем их информацию и будем обеспечивать надлежащий контроль за графиком исполнения тех мероприятий, которые определены на ближайшее время. Что касается качества воды в микрорайоне Сопка, на которую регулярно жалуются его жители. Мэрия Биробиджана активно включена в работу по устранению неполадок. Фильтры, установленные в прошлом году, очевидно, не справляются с задачей в полной мере. «Сама вода на первом подъеме, то есть там скважина водопроводная, которая находится в ведении водоканала, есть по ней вопросы по качеству воды, а именно содержанию железа. Первый шаг уже был сделан в прошлом году, да, сегодня задача обеспечить своевременную очистку фильтров, ну а третий момент это, скажем так, модернизация первого подъема именно водозаборной скважины, которая находится на микрорайоне Сопка». Ольга Тимченко, Богдан Патрин, Новости 21.